Сегодня в Алматы стартовало единое национальное тестирование. Впервые оно проходит в электронном формате. В этом году в мегаполисе ЕНТС дадут больше 11 тысяч выпускников. Еще одно новшество. У каждого из них есть две попытки. Первый раз тестирование состоялось с 10 марта по 26 апреля. Оно дает возможность для зачисления в ВУЗ на платной основе. Ну а второе. С сегодняшнего дня по 30 июня по результатам экзамена будут присуждаться образовательные гранты. Сейчас на одном из пунктов тестирования работает наш корреспондент Асем Кошегулова. Всем доброе утро. Как настрой у школьников и как адаптировались они к новым условиям? Здравствуйте. К сожалению, ведь школьников нам так и не удалось. Хотя мы здесь находимся с 7 утра. Видимо, их запускали с другого входа. Нас даже несколько раз охрана просила покинуть территорию пункта тестирования. Ну, конечно, это связано в первую очередь с карантином. Вообще в мегаполисе всего один пункт сдачи ЕНТ. И он находится на базе казно имени Альфа-Раби. Здесь соблюдаются все санитарные нормы. Это масочный режим, социальная дистанция. Школьники проходят термоконтроль и только потом их запускают в аудиторию. Всего тут три зала тестирования. Ежедневно здесь тест проходят по 600 учащихся, 300 до обеда и еще столько же после обеда. Но это связано, конечно же, в первую очередь с карантином. Также в этом году впервые ЕНТ учащиеся сдают в электронном формате. Это намного удобно и безопасно. У каждого свой персональный компьютер. И сразу после завершения тестирования выходит результат. А еще учащиеся могут увидеть вопросы, на которые они неправильно ответили. Также в этом году родители попросили все-таки не сопровождать своих школьников. Но родители есть родители, они, конечно же, волнуются за своих школьников, за своих детей. И вот одна из них сейчас находится здесь. Здравствуйте, как вам новый формат ЕНТ? Здравствуйте, это новый формат ЕНТ. Это очень удобный вариант. Вы знаете, раньше, если дети там обводили, красили, а здесь ничего такого не надо. А удобно тем еще этот формат, что итог выходит сразу. Мы через 3-4 часа можем узнать, куда и голоса итог нашего ребенка. Спасибо большое. Желаем вам успехов и удачи. А я добавлю, что тестирование длится всего 4 часа. Учащимися отдается 120 вопросов, 3 по обязательным предметам и 2 по профильным предметам. Всего ЕНТ продлится до 30 июня включительно. На этом у меня все. Студия. Спасибо. Асим Кашегулова была с нами на связи. Продолжение следует... Продолжение следует...